Мы идем для того, чтобы помогать людям. Это тяжелый труд, но нам надо все равно эту работу делать. Если каждый будет человек уходить, то и работать-то некому будет. Рискуют все – от санитарок до докторов. Но в строю против ковида важен каждый солдат. Чаще всех переступает черту в красную зону заведующий госпиталем Владимир Михайленко. Сам он уже дважды переболел ковидом. И это только усилило желание каждый день биться с вирусом. В медицину я пошел только для того, чтобы помогать людям. И поэтому каждый раз, просто перенеся сам это заболевание, больше понимаешь, чем еще можно помочь людям. И даже просто в бытовом плане, так как облегчить страдания. Экипировка в таком бою должна быть полной. Двойные перчатки и костюм, как бронежилет. Противощенный костюм, конечно, защитит от COVID-19, но все-таки важно, чтобы вирус не проник даже через малейшее отверстие. Поэтому все тщательно закрывают пластырем. И вот первый шаг в самое тяжелое отделение – реанимацию. Многие пациенты попадают сейчас именно сюда. Коронавирус, пристрелочно накатив двумя волнами, на третий резко набрал заразности и скорости, проявляется всего за несколько дней. Пациенты сейчас, как правило, поступают в тяжелом состоянии со значимым большим поражением легких. Они все требуют практически вентиляционной поддержки, респираторной поддержки. И достаточно много пациентов находится на лечении в отделении реанимации. У 50-летнего ветерана МВД поражение легких 50%. Самому с таким не справиться. Теперь его поднимают доктора. На ногах стоять совсем не как. В обморочном состоянии. И только здесь, под кислородом, как так, стало дышать. Как солдатики. Девочки ваши умнички. Все, буквально все. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно. Это сейчас 60-летняя Галина Дроженко может говорить и благодарить. А попала в госпиталь с 75-процентным поражением. После того, как полмесяца пролежала дома. Я боялась попасть в больницу. Но когда я сюда попала, дай бог им всем здоровья, тут же на тележечку посадили, привезли, все анализы сделали. Я как будто в коммунизм попала. Да, бояться надо не белые халаты. Первую волну заражения коронавирусом можно было определить по потере вкуса и нюха. А сейчас этот признак отошел на второй план. Проявляется меньше, чем у половины заболевших. Ковид совершенствуется. И все чаще проявляется другими симптомами. Диарея, тошнота, рвота на фоне высокой температуры и интоксикации. Когда я приехала сюда, я вообще не могла ни ходить, ни говорить, ни бежать. За эту неделю доктора, конечно, очень много сделали для нас. Стараются. С утра до вечера. А это первый шаг от реанимации к выписке. Пока через терапевтическое отделение. Ой, золотой человек. Спокойный. Все так добренько. Спасибо всем, девочки. Что можно еще сказать? Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Главное, к чему призывают врачи привиться. Конечно, и с вакциной эту инфекцию можно подхватить. Но она защитит от тяжелого течения болезни и попадания в такую неуютную красную зону. Олеся Слынько, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.